Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня в Кустанае прошло совещание под руководством главы региона. На нем подвели итоги социально-экономического развития области за прошедший год. Подробнее расскажет Яна Гау. Большую воду ждут на юге Кустанайской области. Под угрозой подтопления находятся сразу пять районов и город Аркалык. В Кустанай на обслуживание контейнеров для утилизации ртуть, содержащих отходов, в этом году выделили 10 миллионов тенге. Всего в Кустанай установлено 54 таких контейнера. Акимат Кустанай сейчас в поисках обслуживающей организации. Алияда Смагабетова продолжит тему. Строительство овощехранилищ и молочно-товарных ферм в Кустанайской области должны стать ключевыми задачами на этот год. Регион имеет потенциал и обеспечивает себя овощами и сельхозпродукцией, считая таким области. Снижены объемы производства мяса, масла, яиц и молока. Практически во всех районах области эти показатели не оптимистичны. Яна Гала расскажет подробнее. Привлекать больше инвесторов поручил Акимобласти главам всех районов. Задача на этот год стоит, по его словам, непростая. 600 миллиардов тенге должно быть вложено в экономику региона. При этом Кумар Аксакалов рекомендовал оказывать инвесторам содействие. К примеру, в Аркалыке предприниматели уже два года не могут получить разрешительные документы в Министерстве на строительство завода по разработке нефритоидов. Вся причина в том, что не определяется статус этих полезных ископаемых. То ли это твердые, то ли это общие. Так наверняка Акиму района, Акиму города, у вас же там находится, надо было выехать в центральные государственные органы и сидеть там, пока этот вопрос не решился. Не решится. Отправили, ходят, ничего не могут получить. А ведь это предприятие могло бы дать рабочие места аркалыкчанам, которые потеряли их в связи с закрытием ТБРУ. Упущена работа, по мнению Акима, и в сельхозотрасли. В регионе снижено поголовье птиц и свиней, отрицательные показатели по производству мяса, яиц и сливочного масла. Не радуют и цифры по надою молока. При этом из 40 инвестпроектов, которые могли бы улучшить ситуацию, половина оказалась номинальными. Если говорить о качественном составе проектов, то половина из этих 40 – это зерносклады. Это что, инвестпроект построить зерносклад? Аким поставил задачу перед подчиненными строить не менее 10 молочно-товарных ферм в год. Это поможет насытить внутренний рынок молочной продукцией. Совсем неоптимистичным выглядит и вопрос обеспеченности региона овощами. Лука, капусты и моркови не хватает. Благополучна лишь ситуация с картофелем. Область обеспечивает им себя на 100%. Поэтому овощей нужно сажать больше, отметил Кумар Аксакалов. Для сохранности продукции в межсезонье необходимо дополнительно строить овощехранилище соответствующим оборудованием, позволяющим нам в долгий срок хранить наши продукты и тем самым держать цены, когда они взлетают. Это вполне реализуемая задача. Также задачи поставили и перед промышленными гигантами Костанайской области. Предприятиям горнодобывающего сектора необходимо будет обеспечить объемы производства не ниже уровня прошлого года. А вот в обрабатывающей промышленности основную долю, которой составляет машиностроение, необходимо показатели улучшить на 30% и выпускать не 70 тысяч автомобилей в год, а 90. Алексей Краснов, Яна Галла, РТН. Большую воду ждут на юге Костанайской области. Под угрозой подтопления находятся сразу пять районов и город Аркалык. Одна из причин – это осадки, которых в этом году выпало больше нормы. К тому же в снежном покрове специалисты отмечают значительное количество влаги. Резко повышение температуры воздуха может привести к тому, что придет большая вода с полей. Какая работа проводится, чтобы не допустить подтопления жилых домов и минимизировать угрозу, обсудили сегодня в областном Акимате. Большую воду ждут в этом году в Костанайской области. Под угрозой подтопления традиционно попадают южные регионы. Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Ауликольский и Карасуцкий районы, а также город Аркалык. Больше всего опасаются прихода воды с полей. Если начнется резкое потепление, избежать этого не удастся. Осадка выпала много, влаги в них также больше нормы. Поэтому каждый район готовится к неблагополучному исходу событий. К примеру, в Федоровском районе по четырем из пяти населенных пунктов угрозу подтопления сняли. Надеются решить вопрос и с райцентром. По самой селу Федоровку вывоз снега делаем, но здесь со степи приходит вода. Поэтому мы проектно-светную документацию разработали на 749 миллионов тенге, чтобы увеличить пропускную способность каналов и арыков и труб. Потому что не везде лежат одинаковые трубы. Дорожную карту и инициативу района по реконструкции сетей Федоровки внесли. К концу 2023 года завершат и усиление ограждения дамбы в Тобыле. Вопрос требует решения не первый год. Еще в 2021-м критическая ситуация там была. И эту дамбу уже подмывала. Угроза была. Мы совместно с Акиматом района реагировали. И вынуждены были максимально привлечь технику, чтобы откачку производить, нагрузку не подводить к этой дамбе. Аким Коснайского района пояснил, в 2021 году на улице Лесной действительно подтопило 25 дворов, но не домов. К такому повороту событий они готовы и в этом году. Бороться за стихии будут с помощью закупленных мотопомп, а дамбу усилят. ПСД разработаны, конкурсные процедуры уже начались. В Карасовском районе ситуация сложнее. Здесь сразу 16 населенных пунктов находятся в зоне риска. Весенний паводок проходит по трём основным рекам Карасовского района. Это река Кундузда, река Карасов и река Тунь-Югур, вдоль которых находятся 13 гидротехнических сооружений, из которых в гидротехническом состоянии находятся 4 ГТС. Три из них находятся на реке Тунь-Югур, которая самая паводка опасная. По восстановлению четырёх гидротехнических сооружений процесс запущен и находится на разных стадиях. Разработанного ПСД. Поданной бюджетной заявки или необходимости технического заключения. Общая же задача, стоящая перед руководителями всех районных и компетентных служб, не допустить подтопления жилых домов. А в Карасовске и Амангельдинские районы предлагают технику передислоцировать заблаговременно. Алексей Краснов, Яна Галла, Лея Дасмагомбетова, РТН. К другим темам. Судьба бизнеса нескольких костанайских предпринимателей сейчас решается в областном суде. Спор идёт между социально-предпринимательской корпорацией Табул и Акиматом города. Представители городской власти требуют признать незаконными сделки о долгосрочной аренде земельных участков, на которых стоят торговые точки людей. Экономический спецсуд эти требования поддержал. Однако СПК обжаловало решение. И теперь новый судья разбирается в деле, из-за которого бизнесмены могут понести миллионные убытки. В декабре 2022 года группа костанайских владельцев небольшого бизнеса уже обращалась за помощью в Палату предпринимателей региона. Напомним, в 2018 году они через аукционы, проведённые СПК Табул, получили земельные участки для своей работы на 7 лет. Некоторые сделали это полтора года назад, но в прошлом году прокуратура сочла, что землю им выдали незаконно. Отдел земельных отношений в адрес СПК направил письмо с предложением по расторжению договоров аренды. Представители СПК не согласились и заявили, что на тот момент никакого закона они не нарушали. Палатой предпринимателей было предложено не расторгать договоры субаренды, а дать бизнесменам доработать до истечения срока их действия. Но сейчас дело повторно рассматривают судебные органы. Представитель СПК Табул информировал нас о том, что была программа местного значения, областного значения 100 торговых мест. И в рамках этой программы якобы СПК Табул определялся как оператор по реализации земельных участков. Нас интересует 2017-2018 год. Что вы можете по этому поводу пояснить? Представители отдела торговли городского акимата пояснили, что для реализации проекта разрабатывалась дорожная карта, по крайней мере, в 2020 году. Вопрос, на каком основании договоры заключались двумя годами ранее, остался без ответа. Задала судья вопросы сотрудникам отдела архитектуры и градостроительства, которые участвовали в заседании дистанционно. Почему реализация земельных участков, проведение конкурса, возлагалась на СПК Табул, а не Акимат города Кустаная занимался этим? Я не могу пояснить по данному вопросу ничего. Представитель палаты предпринимателей также посредством видеоконференции сообщил, что 5 июня 2018 года состоялось совещание у Акима области по улучшению бизнес-среды. Там и было принято протокольное решение, что Акимат Кустаная за неделю увеличит количество участков под уличную торговлю, а СПК Табул обеспечит порядок и правила предоставления участков для нестационарной торговли. Помимо вот этого протокольного решения, еще какая-то документация оформлялась? Каким образом делегировались полномочия от Акима города у нас СПК Табул по реализации земельных участков? Вот у меня таких сведений нет, кроме этого протокольного решения. Никто не смог ответить и на вопрос судья о том, для чего к аренде участков под бизнес необходимо было привлекать СПК Табул. Кстати, выяснилось, что проверка, по результатам которой сделки о семилетней аренде земли были признаны незаконными, была инициирована антикоррупционным департаментом. В суде должны состояться прения, то есть решение по вопросу, который продолжает волновать предпринимателей, будет принято в ближайшие дни. Валерий Тощев, Наталья Луговская, РТН. По уровню производственного травматизма Костанайская область находится на третьем месте в республике. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Казахстана, подводя итоги 2022 года. Подробнее об этом, а также о запуске онлайн-платформе, которая может помочь жертвам пыток, и об оперативном раскрытии грабежа в одном из городов Костанайской области в нашей рубрике «Коротко». Оперативно задержать преступника и вернуть похищенный телефон удалось полицейским в житикаре. Грабеж был совершен с применением насилия. Дежурную часть отдела полиции города с заявлением обратился потерпевший. У 20-летнего парня на улице забрали дорогой мобильный телефон, наушники и деньги. Самому ему были причинены телесные повреждения. Грабитель с места происшествия скрылся. По данному факту были ориентированы все наряды полиции. В результате через 30 минут после обращения был задержан 21-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Похищенного у него было изъято и возвращено владельцу. Полиции, по данному факту, начато досудебное расследование. Онлайн-платформу по защите прав людей, подвергшись им пыткам, запустили в Казахстане. Проект направлен на борьбу с пытками или другими незаконными обращениями со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает общественный фонд «Эксперт Индепендент Ресерч Институт». На образовательной платформе «Пыткам.нет» размещен цикл видеоуроков, инструкций по защите прав, образцы юридических документов. Любой желающий может пройти самостоятельное обучение и защитить свои права, сообщают авторы проекта. Также на платформе в открытом доступе представлены данные о механизмах национальных и международных инструментов защиты прав граждан, ответственности за подобные преступления, а также бесплатный доступ к юридической и психологической консультации ведущих экспертов. Представлены контакты юристов, обратившись к которым, можно получить квалифицированную бесплатную помощь экспертов и информацию о деятельности международных правозащитных организаций. Более 200 человек погибли на работе в Казахстане в 2022 году. Всего пострадали более 1400 работников. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. При этом производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021 года. Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской – 169, в Кустанайской – 142, сказано в сообщении. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-метрологического комплекса – 16,2% и в строительной отрасли – 15%. Основными причинами, которые привели к несчастным случаям, явились грубая неосторожность самого пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения, нарушение правил безопасности и охраны труда. Отмечается, что за последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%. Продолжаем выпуск. Более 9 миллионов тенге в Кустанай выделили на обслуживание контейнеров для ртуть, содержащих отходов. Сейчас городской отдел ЖКХ проводит конкурсные процедуры и уже в марте должна появиться обслуживающая организация. Всего в Кустанай сегодня 53 таких контейнера. А в обязанности подрядчика входит сбор содержимого и ремонт контейнеров. Альяда Смагометова продолжит тему. Такие контейнеры для опасных отходов в Кустанай появились еще в 2016 году. Сегодня по городу их 54. Сюда граждане могут утилизировать ртуть, содержащие отходы. В этом году бюджетом Кустаная было выделено больше 9 миллионов тенге на обслуживание таких контейнеров. В городском отделе ЖКХ рассказали, что сейчас проводятся конкурсные процедуры. Уже в марте появится обслуживающая организация. Пока обслуживанием занимается фирма, которая выиграла конкурс в прошлом году. С ней городской Акимат заключил дополнительный договор на два месяца. К подрядчику, который будет утилизировать опасные отходы, есть несколько требований. Главное – иметь оборудование для утилизации. Непосредственно лицензия должна быть у них на демократизацию этих ламп, содержащих. По техническому специфику, транспорт, люди, которые непосредственно имеют доступ и разрешение на сбор и утилизацию. Обслуживающие, как я уже сказал, первое, что они собирают. Далее у себя на объекте они его утилизируют. Вот таким способом все это делается. Узнаваемые по яркому оранжевому цвету контейнеры установлены во дворах многоэтажных домов. В обязанности обслуживающей организации также входит контроль за контейнерами. То есть, если их повреждают, они выполняют ремонт. В целом, как рассказали в ЖКХ, в последнее время контейнеры стали востребованием среди населения. Хотелось бы над этим, чтобы люди были более ответственные, но лучше стало, чем было ранее в любом случае. Потому что мы каждый месяц, то есть в конце месяца мы собираем эти лампы, выезжаем и порядка достаточно много людей ложат туда. То есть, как бы осознание уже есть людей, что это так нужно, что это в первую очередь безопасность. Безопасность нас и наших детей. Алтынбек Кайратулы напомнил, что ртуть, содержащая отходы, запрещено размещать на полигонах и несанкционированных свалках. Алексей Краснов, Алия Досмагомбетова, РТН. 47 человек в Кустанай прошли все этапы жилищной программы для молодых специалистов. ЖАС Шанрак, напомним, программу в этом году запустили в пилотном режиме только по городу Кустанай. Ее суть в том, что молодые люди от 18 до 35 лет могут приобрести жилье первичное или вторичное за счет совместных средств областного Акимата и от Басы Банка. Первые участники программы уже купили квартиры. Мои коллеги продолжат тему. Дамир Карибаев стал одним из 47 молодых людей, кто прошел все этапы жилищной программы ЖАС Шанрак и смог приобрести квартиру на выгодных условиях. Парень на протяжении 9 лет работает в коммунальном предприятии Кустанайсу. Рассказывает, что о программе узнал на работе и сразу решил попробовать, так как своей квартиры у него нет. Документы собрал быстро, а потом приступил к самому важному – поиску квартиры. Выбирал сам квартиру, то есть искал на сайтах, ходил в банк, разговаривал. Они посоветовали вторичное жилье выбрать. Сам все искал. Нашел квартиру и от Янчика. Эмоции на высшем уровне. Больше нечего сказать. Дамир рассказывает, что по всем условиям программы он подходил, но сомнения были. Жить в новой квартире он будет вместе с родителями. Ипотеку молодой человек оформил на 8 лет. Максимальный срок жилищного займа, согласно условиям, 19 лет. Ставка кредитования – 5% годовых. Советую участвовать в этой программе «Жашанрак». Очень удобная программа. Процентная ставка маленькая. Самое главное. Самое главное – верить, и все будет хорошо. Верил, да, думал, возьму, получится. Потому что очень тяжело, много претендентов было на эту программу. Ну, получилось. И действительно претендентов было немало. Заявки на участие подали 295 человек. Это молодые специалисты от 18 до 35 лет. Работники бюджетных организаций, государственных предприятий, работающие в организациях здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, в том числе ТОО, АО, НАУ, со стопроцентным участием государства, а также сотрудники коммунальных предприятий. В целях обеспечения прозрачности была создана комиссия независимая, где участвовали представители профильных государственных учреждений, депутаты городского маслехата, также члены общественного совета и Советом по делам молодежи. В вышеуказанной комиссии 4 ноября 2022 года было отобрано 47 участников, данные которых были после переданы в Кустановский областной филиал от Басыбанка. Программу «ЖАС Шан-Ирак» в 2022 году запустили в Кустанае в пилотном режиме. На финансирование проекта было выделено 700 миллионов тенге. Это совместные средства от Басыбанка и Акимата Кустанайской области. Алексей Краснов, Алия Дасмагамбетова, Валерия Зиновьева, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.